Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы еще раз возвращаемся к вопросу о совместно нашему имуществу супругов и его разделу. И здесь, конечно, смотря на все это через призму апелляционного и касационного обжалования решений по таким делам, необходимо указывать на те ошибки, которые являются характерными и зачастую допускаются при разрешении такого рода споров. Итак, дорогие друзья, перед тем, как мы перейдем к этому разговору, хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы, необходима консультация, составление исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь всегда, с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, если мы составляем ту или иную жалобу на судебное решение, которое нас не устраивает при разделе имущества, зачастую это является следствием ошибки, допущенной еще на стадии рассмотрения дела судом первой инстанции. Но не всегда это так. Зачастую сторона делает все возможное, а вот суд неправильно применяет закон. И здесь необходимо понимать, что я вот не первый раз и много-много раз сталкивался с тем, что суд присуждает то имущество, которое оформлено на того из супругов, который, на кого оформлено, тому и присуждает. Дорогие друзья, это крайне неправильная позиция. Потому что есть и позиции высших судебных инстанций о том, что режим совместно нажитого имущества не зависит от того, на кого это имущество оформлено. И даже если оно оформлено на одного из супругов, но было приобретено за денежные средства второго супруга, причем на его личные денежные средства, полученные либо в результате дарения, либо в результате наследования и так далее, либо на средства, полученные им до заключения брака и так далее. Вот если на эти денежные средства было приобретено, построено это имущество и так далее, то, конечно же, независимо от того, на кого оно приобретено, его необходимо исключать из массива совместно нажитого и признавать собственностью того из супругов, который вложил туда личные денежные средства. Вот это, дорогие друзья, такая позиция. Я почему именно об этой ошибке заговорил, потому что сталкиваюсь с ней уже который раз. И, пожалуйста, обращайте на эти вещи свое внимание.